Друзья, всем привет! Мы с вами сегодня находимся в квартире на Смоленской набережной. Имущество, в которое мы заканчиваем распродавать. Ну, осталось несколько вещей, которые я хочу вам сегодня показать. Может быть, вы захотите их себе приобрести. Смотрите внимательно. Хотела вам показать вид из окна. Не очень получается, но покажу попозже. Итак, хочу показать вам вот эту мягкую мебель. Это конец 60-х, начало 70-х, Румыния. Это часть гарнитура, жилой комнаты, два кресла и вот такой диван. Диван раскладной, естественно, с ящиком для мебели. Мебель очень крепкая, стоит как влитая. Она была перетянута в начале 2000-х годов, но, естественно, новый хозяин наверняка ее уже переделает под себя от реставрирования. И вот такой столик журнальный. Вот этот замечательный торшер с баром. Это тоже конец 60-х годов. Он в отличном состоянии. Вот, посмотрите. Замечательная вещь, очень стильная, очень популярная в наше время. Чистая, аккуратная. Послушать своим хозяевам. Вот, хочу показать вам этот книжный шкаф. Он в разобранном состоянии. Это Венгрия. Конец 60-х, начало 70-х годов. И это верхняя часть от него. Это дверцы. Все в целости, сохранности. Все ключики в наличии. Посмотрите, как внутри. Вещь из изготовленной мебели, из прекрасных качественных материалов, как это было принято в социалистические годы. Поэтому послужит новым хозяевам еще. Кстати, не обязательно собирать шкаф. Можно эту тумбу использовать как тумбу, собственно. Друзья, хочу вам показать некоторые предметы интерьера, которые тоже у нас сегодня продаются. Ну, несколько слов о них сказать. Но, вот это перед вами крюшеница. Это 80-е годы прошлого столетия. Чехословакия. Чешский хрусталь. Чехословацкий хрусталь. Вот это подсвечник. Это ручная работа, авторская работа известного грузинского художника. Была подарена хозяевам этой квартиры. Вот такая индивидуальная вещь. Единственная в своем экземпляре. Тоже украсит ваш интерьер в стиле mid-century. Вот эта ваза. Это китай. Прорезной фарфор. 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Посмотрите, какая классная работа. Это декоративная ваза. Здесь не предусмотрена установка каких-то цветов, наливание воды и так далее. Ну, прекрасная интерьерная вещь. Вот эта лебедь. Это работа известного итальянского художника по стеклу. Информацию я вам выложу, предоставлю об этой работе. Это муранский цветной хрусталь. Обычно такие лебеди идут в паре, но один лебедь, к сожалению, был разбит. Вот эта статуэтка сейчас у нас продается. Вот эта ваза. Это тоже вещь авторская. Я, честно говоря, не скажу вам фамилию автора. Художник по стеклу в советское время выставлял эту вазу на одной из выставок. Но мы постараемся найти более подробную информацию, пока больше ничего сказать не можем. Тоже автором была подарена хозяевам этой квартиры. Так, вот это часы Германия Бушерер. Они выполнены, выглядят как годовые часы, так называемые, торсионные. Но на самом деле они работают от батарейки. Сборка Германия. Тоже винтаж. Прекрасные, каминные, настольные часы. Вот эта ваза хрустальная. Это, не могу сказать точно, скорее всего, гусь хрустальный, 1953 год. Очень интересная ваза. Форма интересная у нее. Ручная огранка вот это. Рисунок интересный. И так как она была подарена в свое время, вот здесь вот дарственная есть гравировка, которая указывает на год изготовления. Ну, вот эта ваза более современная. Ну, тоже вполне заслуживает своего места в чьем-нибудь интерьере. Ах, вот забыла вам еще продемонстрировать вот такой декантер. Это полностью ручная работа. Это вещь современная. Хрусталь. Ручная огранка. Бронза посеребренная. Это тоже полностью ручная работа. Вот такой декантер. Он стоит в магазине 19 тысяч. От 19 и выше. Мы его предлагаем вам по цене 12 тысяч рублей. Совершенно новая вещь в своей родной коробочке. И вот несколько вещей. Сатиновое стекло, матовое стекло. Ну, вот эта ваза, я думаю, что это 50-е годы или ранее. Более точно сказать не могу. Здесь никаких клейм нет. Ну, почему-то мне кажется, что 50-е или ранее. И вот эти несколько подсвечников. Тоже матовое стекло. Это, вероятно, Чехословакия. Чешское стекло. Вот такой замечательный комод. Сервант, тумба, хайборд. Как угодно можно назвать. Это стиль mid-century modern. 60-70-е годы. Сейчас этот стиль мебели очень популярен опять. Это часть гарнитура жилой комнаты. Производство Румынии. Прекрасное состояние. Без каких-либо утрат. Выполнено из качественных материалов. Все работает. Все ключи на месте. Вот дверцы притерты как. Вот, посмотрите. Вот такие выдвижные ящички, где можно будет хранить скатерти, может быть. Еще какие-то принадлежности. Вот такое изделие императорского фарфорового завода. Кратерная ваза. Это 2002 год. В этой вазе 19 лет. Скоро это уже можно будет назвать винтажем. Она совершенно новая. Она никаким образом не была использована. Она не стояла нигде в интерьере ни в каком. Здесь ручная роспись и изображение храма Христа Спасителя. Есть еще вот такая двухдверная тумба. Она тоже от румынского гарнитура жилая комната. Вы видите ножки одинаковые в этих предметах. Уже есть ключ. И вот такая она внутри. И вот хочу показать вам такой журнальный столик. Это уже более поздние годы. Это, скорее всего, начало 90-х. Такой в итальянском стиле. Может быть и Италия. Гнутые ножки такие. Покрыт фацетным стеклом. И внизу сетка. И еще, друзья, есть вот такой журнальный столик. Он полностью из дерева. Резные ножки точеные. В 80-е годы. В прекрасном состоянии. Очень интересная интерьерная вещь. Ее можно доработать. И она еще вам послужит верой и правой. И также хочу показать вам вот эту люстру восхитительную. Это 70-е годы прошлого столетия. Чехословакия. Чешский хрусталь. Яблонок, скорее всего. Она в идеальном состоянии. Никаких утрат абсолютно. Вот такая восхитительная люстра. Она рассчитана на высокие потолки. То есть ее высота метр двадцать. Также, друзья, хочу показать вам вот эту вешалку для прихожей. Судя по форме зеркала, это конец 60-х. Может быть, начало 70-х годов. Тоже достаточно стильная вещь для вашего интерьера. Также, друзья, хочу показать вам вот этот стол обеденный. Это стол тоже из гарнитура жилой комнаты производства Румынии. Тоже практически в отличном состоянии. Но, естественно, не без следов времени. Есть такие вот незначительные сколы по поверхности. Вот трещинки некоторые. Он разбирается, раскладывается. Ну, вы знаете, как это бывает. Обычно делается. Вот такая замечательная, изящная вещь на тонких, изящных ножках. Ну, и посмотрите, вот эту мягкую мебель производства в Финляндии. Это 80-е годы. Может быть, кто-то захочет забрать ее себе домой. Она тоже в хорошем состоянии. И под конец хочу показать вам вещь, которая мне кажется уникальной. Она единственная в своем экземпляре. Вот посмотрите. Она была изготовлена на заказ для гостиницы «Берлин». Ныне гостиница «Совой». Это гнутое дерево. Такая вот легкая, воздушная конструкция. Конструкция, этажерка, полочка, не знаю, вешалка, как угодно ее можно назвать. И здесь вы можете расставить все свои предметы, коллекции, статуэтки, книги, все что угодно. Так что, друзья, обращайтесь. Я с вами на этом прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока. Увидимся. Пока-пока.